Достижения, которые человечество имеет на данный момент, трудно переоценить. Возможно, что уже в ближайшие 10 или 20 лет мы сможем отправить первые межзвездные зонды к системе Альфа-Центавра, запустим миссию на Марс и полностью исследуем ближайшие спутники. А ведь не прошло и века с тех пор, как первый человек побывал в космосе. На что же наша цивилизация будет способна через сотни, тысячи или даже миллионы лет? Появление жизни на нашей планете – это случайность. Однако космос настолько велик, что такая же случайность возможна и в миллионах других случаев. Если это так, то почему Вселенная молчит? Мы живем на планете, которая на фоне остальных космических объектов считается молодой. Возраст человечества равняется всего 2,8 миллиона лет. А возраст Земли – 4,5 миллиарда лет. Задолго до появления нашей планеты, тысячи таких же доступных для жизни миров уже существовали. И до сих пор эти объекты находятся где-то в ближайших галактиках. Представьте, если бы человечество появилось на миллиард лет раньше, какие технологии мы бы имели сейчас? Согласно подсчетам многих сегодняшних астрофизиков, большое количество подобных планет в космосе неоспоримо. А наличие на них сверхразвитой цивилизации является закономерным следствием. Почему же мы до сих пор не получили ни одного знака, указывающего на присутствие кого-либо вокруг нас? Какие могут быть причины этого абсолютного молчания Вселенной? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, я расскажу вам об одной из самых нетипичных и интересных загадок современной космологии – парадокси Ферми. Энрико Ферми – это ученый итальянского происхождения, эмигрировавший в США незадолго до начала Второй мировой войны. Ферми работал над проектированием первого ядерного реактора, однако наибольшую популярность он получил благодаря случайно брошенной фразе в кафетерии Лос-Аламосской лаборатории. В ходе неформальной беседы в 1950 году Ферми вместе с тремя коллегами обсуждал опубликованную в журнале The New Yorker карикатуру. На картинке были изображены инопланетяне, выгружающие на своей планете мусорные урны из летающих тарелок. Карикатура была связана с реальным исчезновением урн в Нью-Йорке, а инопланетяне появились на ней благодаря набирающему в те годы интересу к теме внеземных цивилизаций. Обсуждая этот рисунок, ученые перешли к более серьезной теме. И тогда Ферми произнес фразу, которая легла в основу выявления целого парадокса. Вы не задумывались над тем, где все? Согласно его утверждениям, если бы внеземные цивилизации действительно могли бы существовать, мы бы имели как минимум три вида доказательств. Наличие инопланетных зондов, кораблей или радиопередач. Однако до сих пор, несмотря на все проводимые исследования, ничего из этого не было обнаружено. Но Ферми был далеко не единственным ученым, который задавался подобным вопросом. Намного раньше него эту тему поднимал российский философ и изобретатель Константин Циолковский. А в 1975 году астрофизик Майкл Харт подробно описал причины этого парадокса. Вопрос в ферме действительно имел основание. Только представьте, любой из нас прямо сейчас может посмотреть на ночное небо и увидеть в нем тысячи маленьких звезд. Если верить утверждениям ученых, в одном только Млечном Пути их количество составляет около 100 миллиардов, и у 20% из них есть своя планетная система. Практически в каждой из подобных систем должна быть хотя бы одна планета, похожая на Землю. А на 10% пригодных к выживанию планет вполне вероятно могла бы находиться разумная цивилизация. Каким образом с такой высокой долей вероятности появления внеземной жизни мы до сих пор не заметили ни одного признака кого-либо вокруг нас? Чтобы решить эту загадку, в 1961 году американский астроном Фрэнк Дрейк сформулировал простую математическую формулу, которая рассчитывала процент вероятности существования разумной жизни во Вселенной. Формула выглядела вот так. n – это количество цивилизаций, использующие способы связи, которые мы можем обнаружить. r – средний годовой темп формирования звездных систем в нашей галактике. f с индексом π – звезды, имеющие планеты. n с индексом i – количество планет или спутников с подходящими для жизни условиями. f с индексом l – доля обитаемых планет с развитой жизнью. f с индексом i – вероятность возникновения разумных форм на обитаемых планетах. f с индексом c – доля цивилизации, имеющих обнаруживаемые виды связи. l – время подачи сигнала, который можно увидеть. m многие астрофизики пытались подсчитать каждое из представленных значений, но на сегодняшний день уравнение Дрейка так и не имеет окончательного решения. Учитывая отсутствие каких-либо сигналов из ближайших звездных систем, можно предположить, что любая цивилизация, которая становится технологически развитой, имеет большой риск неизбежного самоуничтожения. Например, из-за ядерной войны или экологической катастрофы. Таким образом, у любой развитой расы очень мало времени, чтобы ее заметили. Однако, если этого не случится, любая цивилизация рано или поздно должна будет достигнуть уровня развития в тысячи раз превышающий наш. В 1964 году был опубликован разработанный советским астрофизиком Николаем Кардашовым метод технологического развития цивилизации, получивший название «Шкала Кардашова». С помощью этого метода ученый предположил, что из себя могут представлять подобные развитые расы, классифицировав их по количеству полезной энергии, которую они могут использовать. Кардашов считал, что к первому типу можно отнести те цивилизации, которые способны использовать всю энергию, доступную на их планете. Более развитые виды могут использовать всю энергию, излучаемую главной звездой. А третий тип способен пользоваться энергией всей галактики. По мнению астронома Карла Сагана, мы находимся где-то на 70% пути к цивилизации первого типа и сможем достичь этого уровня через один или два века. Но даже более ранние организмы, которые появились во Вселенной не так давно относительно ее возраста, вполне могли бы дойти до того уровня развития, чтобы стать цивилизацией третьего типа. Имея такие технологии, любые существа будут способны перемещаться по космосу на скорости близкой к скорости света. Или еще быстрее. Если бы это действительно произошло, мы вряд ли смогли бы не заметить признаки их присутствия. Однако, Вселенная так и не дала нам ни одного сигнала, указывающего на это. Вполне вероятно, что причиной этому может быть то, что мы используем для поиска соседей в галактике только методы радионаблюдений. За всю историю поиска внеземных цивилизаций не было обнаружено ни одной звезды, которая демонстрировала бы необычно интенсивное радиоизлучение. Из этого можно сделать вывод, что мы являемся единственным видом в нашей части галактики, который используют для связи радиоволны. Возможно, если другие виды организма все же существуют, мы не замечаем их потому, что виды связи, которыми они пользуются, совершенно другие. Космос полон неизученных нами элементов. И если кто-то действительно живет на расстоянии в тысячи световых лет от нас, возможно, он способен применять для связи неизвестные нам частицы, например, нейтрино. К сожалению, эта версия разрешения парадокса в ферме является далеко не единственной. Множество ученых считают, что наше одиночество в космосе является неизбежным фактом. Ведь мы можем не знать, по какой причине вымерли другие цивилизации. Другие предполагают, что мы просто не доросли до того уровня развития, чтобы космический разум захотел с нами общаться. Сторонники так называемой теории зоопарка считают, что наш уровень развития слишком низок по сравнению с внеземными расами. Наши радиосигналы бесследно улетают в далекие пучины космического пространства. И кто знает? Может быть, те, кто видят их, просто не понимают, что они значат? А может быть, инопланетный разум знает о наших попытках, но даст ответ только тогда, когда придет для этого время.